всем доброго времени суток сегодня видео пойдет у меня про суккуленты потому что есть такое громадное заблуждение что люди считают раз растению суккулент то она не нуждается в дополнительном уходе что это легкое растение что это самое простое растение комнатное так вот я немножко наверное некоторых сейчас огорчу потому что суккулент как раз таки хоть он с одной стороны и они такой замороченный цветочек до растения такие но в то же время он очень требовательным к некоторым факторам и вот об этом я хочу поговорить потому что знаете да конечно существует такое мнение что если человек решил ты только начал заниматься комнатными растениями и хотел себе в коллекцию каких-то растений или он не знает чего начать и ему советуют конечно первым делом суккуленты а здесь я с одной стороны с вами и соглашусь из до какой-то стороны не соглашусь потому что суккуленты суккулентом рознь друзья нужно понимать это да например если вы часто отсутствуете например да а вот по этой причине вы хотите завести растение или забываете поливать свои растения или по работе у вас не получается до командировки отпуск вы любите надолго уезжать до свой отпуск путешествовать и конечно же вам суккуленты будут как нельзя кстати удачным приобретением для вашей коллекции с комнатными растениями но это же смотрите тут такое дело что например для таких для таких вот покупок лучше конечно всего подойдут сан-сивиери и вот я не зря сейчас свое видео снимаю и ракурс на правилов весь на сан-сивиери и потому что вот именно с этих растений я предлагаю вам заводить суккуленты я сейчас вам объясню почему во первых я считаю и думаю многие растеневоды тоже со мной согласятся что это самый неприхотливый суккулент который только есть если брать например и чеверию или же ионим красу лу то тут знаете нужно будет вам постараться или допустим цветущие кактусы да кстати кактусы они и суккуленты это разные вещи да тоже есть такое заблуждение что люди считают это одно и то же все суккуленты кактусы все кактусы суккуленты нет почему вам нужно лучше завести я советую сан-сивиерию чем например и чеверию и ионим все дело в том что а вторые они нуждаются в большем обилие света больше обилие яркого рассеянного света или же досветка им нужно обязательно потому что например если вот эти вот да будут стоять и сейчас у нас осень зима и не будет у них включена досветка например как вот туда на них это особо не скажется может быть слегка слегка там каемочка вот это вот у лауренции сансиверия она побледнеет потеряет слегка слегка свою насыщенность вот эту и все больше ничего это не как говорится не изменит эстетический вид растения не потеряет а если же вы оставите без яркого рассеянного света такое растение как и чеверия ионим во-первых декоративность будет утеряна и по причине того что вы не получите окраса надлежащего до все эти краски красивые вы не увидите и плюс у вас сама вот эта голова как мы называем да она вытянется вы получите такой знаете голова на ножки такая бой короче не эстетический вид и издевательство над растением вы получите да вот так вот ну и плюс если например у вас кактус должен цвести и у него не будет досветки тем более вот в осенне зимнее время как я сказала когда у нас световой день он короткий то и цветение соответственно вы тоже не получитесь не добьетесь от него если это у вас конечно не вот декабрист шлюмбергера а он может вас порадовать цветением даже если не будет у него яркого рассеянного света это вот исключение из правил потому что декабрист он может расти даже на северном подоконнике и не нуждается в досветке единственное чтобы он радовал вас вот такими красивыми бутонами его не нужно таскать с места на место не нужно крутить не нужно вертеть нужно отрегулировать полив вот полив на первой ступеньке самое главное что дает цветение для декабриста и второе это перепад температуры вот эти два пункта будут соблюдены и декабрист будет радовать вас своими бутонами своим цветением но ни в коем случае нельзя его таскать поворачивать крутить вертеть я уже рассказывала в своем другом видео вот он уже у меня отцветает и я до последнего не убираю вот эту уже некрасивую сторону видите уже на фоне вот этих ярких пестрых свежих и вот тут потому что если я буду снимать эти бутоны веточка будет шевелиться я его будут все равно тревожить и это может сказаться на соседние бутоны он их может просто-напросто поскидывать друзья поэтому я жду когда они совсем засохнут вот как у орхидеи да и потом только сниму их а может он их сам скинет вот так а сансивиере она будет стоять и радовать вас это вообще самый незамороченный суккулент вот опять же говорю говорю все из своего опыта и своих наблюдений да и вот как я считаю самый незамороченный суккулент самые знаете если вот по суккулентам смотреть самые быстро растущие я бы даже сказала особенно лауренсия сансивиере вот это вот красавица и самое знаете что еще немаловажно если вы соберетесь заводить себе размножать сансивиере они разнообразны своим внешним видом цвета и размером и формой листа вот три у меня стоят и они совершенно друг на друга не похожи вот это лауренсия видите она еще выше вырастет она громадная может вырасти если есть создать правильный уход до полив правильный грунт и всего то что и надо дает у меня сейчас видите в рост пошла несмотря на то что сейчас зима вот тут деток покидала прям внутри розетки и вот здесь также и растет и все и классно температуру у нас сейчас можете видеть сейчас вот где-то 17 до стоит утром когда я захожу температура 15 16 на подоконнике это для них самое классное сейчас они любят перепад а сансивиере ха ха не она не особо такая высокая вырастет может еще чуть-чуть раза в два там максимум увеличится она больше в шире идет ее вот такие вот красивые листики единственное что вам нужно будет делать я вот кстати еще не вытирала как принесла с магазина нужно протереть потому что там пыльная пылучка стоит вот они хорошие такие пылесборники это да ну это не только сансивиере это все растения с крупными листьями и так же с такими листочками как у фиалочки хороший с пылесборники ну вот эти мы можем протереть листики водичкой до тряпочка или ватным диском а фиалки нет потому что многие поливает но я вам советую это не делать сансивиере также я вам советую не поливать по крайней мере вот эту точно а и лауренсия потому что у них розетки видите если застой воды там будет в розетках ничего хорошего вы не получите мог уже начаться гниение смотрите она вся разная их очень интересно рассматривать друзья каждый листик он индивидуален он не похож смотрите вот здесь какая мелкая мозаика есть здесь уже расплывчатая здесь вообще какая-то акварель уже пошла вот и даже цвет уже здесь темнее здесь светлее здесь вообще вот можно сказать никакая очень красиво смотрятся можно за ними наблюдать а вот цилиндрика вот цилиндрику можете даже под душ цилиндрику можно и под душ так что у меня там смотрите я с уценкой покупала сейчас вот смотрю что они мне ее не залили не видела я вот этого кстати друзья да нет она не залита я думаю это знаете что у меня подозрение что они ее поливали плохой водой и это кальк может я могу конечно ошибаться моя интуиция мне так подсказывает потому что внутри я этой дряни особо не наблюдаю они же и уценили хорошо видите она была по 12 по 3 евро купила ну у нее стволики плотный хороший тургуру замечательной поэтому жить она будет жить она будет радовать меня тоже будет куда я деваться потому что я ее купила а у меня тут вот суккуленты тем более сансеверия живут хорошо и вот цилиндрику вы можете душем ополаскивать но тоже не знаете не фанатично не надо чтобы там застой воды было такое такое болото создавать это не нужно обязательно дренажное отверстие чтобы вода стекала просто вот грунт хорошо пролили вот ополоснули все потому что ну стряпочка но если вам знаете удовольствие доставляет ходить вот так стряпочка все вытирать вот это да в этом кстати что то есть я думаю мне бы доставило удовольствие так и не примите за извращенство да потому что люди разные на канале это говорю вот как есть свои ощущения да а вот так так и вот такое вот видео сегодня у меня для любителей скулентов для любителей комнатных растений может быть как раз кто-то сейчас вот сидит в раздумьях и думает с чего бы начать какое растение завести я вообще любитель скулентов у меня их много вы знаете они у меня после орхидеи на втором месте поэтому вот уже я с ними тоже как говорится знакома не понаслышке и решила вот сделать вот такое видео поливать их тоже очень-очень редко можно зимой так вообще раз в десять а можете в 15 и в 20 дней полить до сансиверию потому что ну смотрите какие кожистые 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 прям плотные листья и они вам сами дадут сигнал что они хотят чтобы вы их полили они не будут уже вот такие гладенькие да такие прям а твердые они будут дохленькие на них появятся такие морщинки вялость тургур будет утерян да тем более что если у вас например не будет они стоят не будут возле отопительных приборов у нас нету видите у нас у нас батареи здесь вообще нету они отсутствуют здесь вот шестнадцать и восемнадцать вот целый день да такая температура то есть грунт не пересыхает быстро я их поливаю а плюс у нас окна нет нет вот от них тянет их надо нужно еще заделать да потому что тянет но это не мешает им расти тянет и сквозняк это разные вещи да на минуточку если вдруг кто-то что-то вот единственное что на них может попадать это пар от чайника когда я кипячу чайник может попадать пар это знаете мне кажется что это в какой-то мере иногда даже такая знаете такой релакс для них мне так кажется почему-то потому что я не вижу ничего плохого я вижу что им все нравится так вот с поливом значит вот так а в жаркий день я их поливаю вот когда у нас прям жара духодца я вот именно сенсивьерию поливаю раз тоже буквально раз в неделю раз в две недели чувствует она себя прекрасно вообще не замороченное растение я еще раз говорю если кто-то вот думает чтобы ему завести или под на подарок что-то выбираете я думаю сенсивьерия это идеальный вариант во первых растение не колючие не ядовитое также да легкое в уходе эстетически она смотрится очень красивая такое да ну прям стильная элегантная это растение можно подарить как мужчине так и женщине я думаю каждый станет доволен вот если кактусы например не все любят люди да или допустим для меня нонсенс но также цветущие растения не все любят громадные растения такие как пальмы или фикусы бенджамина не все любят также да потому что для них нужное место и условия а вот сенсивьерия я думаю она подойдет любому любому человеку я думаю никто не расстроится если ему подарят сенсивьерию не знаю если вы расстроитесь напишите мне пожалуйста в комментарии мне будет интересно с вами познакомиться вот так а если еще вы создадите для него для этого цветочка для этого растения все вот эти нужные идеальные условия друзья то она вас еще порадуется своим цветением особенно сенсивьерия лауренсия цветет высокий такой стебель выкидывает на котором такая гроздь образуется мелких мелких соцветий похожий на колокольчики очень очень красиво цветет у меня ни разу не у меня в принципе не так и давно это растение живет сколько наверное второй или третий год если я не ошибаюсь где-то так вот и так как я любитель таскать с места на место я думаю конечно я вот это вот а сбиваю ему весь настрой чтобы он закладывал и выбрасывал мне цветоносы сто процентов гадалки не ходи а если бы я его оставила на одном месте вот так хотя бы годик постоять а может быть он будет зацвел потому что когда у меня и чверии стояли например на одном окне я их не таскала они у меня всегда цвели такое видео сегодня у меня для вас спасибо всем за просмотр желаю всем всего хорошего до скорых встреч